мне здесь открыт шкаф у меня шкафу много места а много места для чего для вот таких вот папок с документами у меня и целая сумка очень тяжелая поднимать не буду сегодня я уже рассказывала что к нам едет ревизор и конечно на работе у нас перевернули все документы и оказывается я не знаю как бывшие шипини меня принимала на работу и как я там уже два с половиной года почти работаю моих документов там нет то есть нет моего как это сказать разрешение на работу там нет хотя копия должна лежать и от схватились это в последний момент у меня оказывается нет разрешения на работе я не расписалась за то что я могу сама отдавать медикаменты без присмотра или как но абсолютное в общем без надзора все сама самостоятельно работать вот это он всего нету я два года там и это никто раньше не заметил а мне кажется что бывшая шефиня вроде как делала копии хотя может я путаю и теперь мне вот надо не знаю у меня порядок еще тот в моих документах но я знаю что она здесь все есть да я знаю точно что она не потеряно я была уверена что она лежит вот в этой вот гамбургской папки но посмотрела тут пусто я знаю что разрешение на работу приходил мне вот в такой вот папке ну теперь надо вот как-то все перевернуть у меня нет в документах нет и никогда не было порядка как-то у людей так все по датам рассортирована у меня где-то она все есть но где чтобы что-то найти надо искать сначала в общем очень очень долго а вот она и нашлась моя оркунда мое разрешение на работу очень важная бумажка без которой меня мне нельзя работать вот интересно если ее потеряешь наверняка не можно как-то восстановить будет конечно стоит денег еще документы нашла нашлась но теперь следующий прикол в этой бумажке мое старое имя которое было до замужества то есть теперь мне надо на работе сделать копию разрешения копию наверно свидетельство о браке боже мой в германии вот смотрите какая сумка я еле поднимаю полный документ в германии начинается все с одной бумажки и понеслось короче свидетельство о браке копия паспорта расторжение расторжение брака и так далее и это не имеет ни конца не края всем привет я как всегда стою перед работой сегодня у нас 12 октября среда и вчера был тяжелый день но он прошел сегодняшний день начался с очень хорошей новости во первых мне коллега прислал сообщение что она болеет и я должна это там не понимаю почему она не позвонила на работу ли написала в нашу общую группу почему-то на мне написала сообщение что она болеет и не придет чтобы я передала всем дальше на работе ну ладно но ту новость которая написала мне после в общем к нам вчера приходила ревизия вчера я не была на работе вчера у меня был выходной и вчера у нас была ревизия и мы ее успешно выстояли все прошли ничего страшного у нас в аптеке такого не нашли какие-то мелочи но ничего такого существенного мы в общем ее прошли эту ревизию на следующий наверное года четыре может лет пять и шеф нам выдаст премию 1000 евро какое счастье 1000 евро на об не каждому было бы классно если бы это было каждому на аптеку и эти деньги будут разделены на каждого рабочего вот мелочную приятно и на следующий четверг что там пиццу он всем будет раздавать и заказывать для всех пиццу короче вот с этой хорошей новости начался мой день посмотрим как он пойдет дальше побежала на работу это обед человека который поправился и каждый день собирается худеть короче это мой обед но на ужин у меня уже ничего не будет так что вот картошка я ее сначала сварила потом чуть обжарила шницель вот такой вот соус грибной и очень очень давно я уже хотела вот такую вот тушеную капусту наверно почти неделю я ходила и думала завтра или приготовлю завтра точно приготовлю и вот наконец-то пришло время сейчас я буду обедать больше всего радуюсь этой капусточки все приятного мне аппетита хотела костью немножко для влога поснимать а он не хочет сидит у себя в комнате говорит не уйди мама не мешай мне идей на диван короче на выходные мы едем на день рождения приглашены на день рождения на землю хэссен ехать нам с берлина часов 5 а то и 6 короче вечная проблема открываешь шкаф все забито у меня здесь немножко так действительно забито и все после отпусков я ничего не сортировала как вот так постирала повесила погладила так она лежит но сейчас не об этом я короче не чё надеть короче сейчас вот посмотрим что мне надеть сейчас покажу вам свои варианты что надеть день рождения будет в хале то есть в зале это понимаю в большом зале и там я думаю будет прохладно помещение думать думаю будет большое вот поэтому как-то надо что-то такое более-менее теплое чтобы я не замерзла и в то же время как бы немножко праздничное еще времени ехать в магазин и что-то покупать искать у меня нет поэтому надо выбирать из того что имеется в шкафу в общем три варианта у меня я не знаю что надеть так короче после того как я вчера порылась у себя в шкафу примерила некоторые свои вещи поняла что мне надеть нечего примчалась я в магазин есть у меня полтора часа чтобы что-то себе выбрать что надеть а вот этому надеюсь что я что-нибудь сейчас найду ближайший магазин примчалась здесь конечно такой выбор все время скудноватый ну посмотрим вон в хаунде думаю очень сильно надеюсь что что-то для себя там найду красивая декорация здесь какие-то классные кофточки в хаунде так что на крайний случай давно я себе хотела вот такие вот штанишки леггинсы на крайний случай куплю какую-нибудь блузочку и вот такие штанишки черные классические если совсем уж ничего не найду закрытая вот интересно кстати платьишко вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 как классно. Я так думаю, что это последние вот такие вот теплые денечки, и потом морозец у нас как жахнет, резко зима придет. И все, так что последние часы радуемся теплой погоде. Я уже отработала, выходные закончились, такие выходные были интенсивные, что после таких выходных нужны еще выходные. В общем, на работе сегодня тоже был очень такой день. Стресс, устала. Я устала, и я не знаю, что со мной происходит. Уже вторую неделю подряд я просыпаюсь в 3-4 ночи и лежу часа полтора-два не могу просто уснуть. Я просыпаюсь от того, что, ну, такое ощущение, что я выспалась. Потом часов в 5 утра я засыпаю, и когда звенит в будильник через час, я не могу проснуться, я не высыпаюсь, и целый день я чувствую, у меня болит голова, я разбитое. В общем, я уже с сегодняшнего дня начну принимать валерьянку. Посмотрим, поможет ли она мне. Вот мелатонин, который вы мне писали, что хорошая штука. Я сама его пробовала, знаю, что хорошая штука. Он мне помогает уснуть, но он мне помогает проспать всю ночь. Поэтому, как бы, этот вариант отпадает. Попробую сегодня с валерьянкой. Знаю, прошлую неделю я думала, что это из-за полнолуния, но сейчас оно уже, как бы, прошло. Я не знаю, что это. Тяжело, короче, днем, когда вот так вот ночью просто просыпаешься. Не знаю. Возраст, наверное, уже возраст. Спасибо за просмотр. Всем пока. До следующих видео. Пока. Поехала за Костей в садик.